13 лет назад эту нехитрую операцию завязывания шнурков на коньках Евгении Медведевой помогали проводить родители. На первую свою тренировку в ЦСКА Женя пришла в возрасте 3,5 лет. И с тех пор научилась не только самостоятельно обуваться, но и филигранно исполнять сложнейшие элементы. Когда я совсем маленькая еще была, когда в ЦСКА каталась, тогда тренировки были ранние, я точно не скажу, но где-то в районе 6 утра, когда маленькую Женю поднимали в 4.30, чтобы ехать на тренировку. И ребенок просто сидел и засыпал на ходу. Я точно так не вспомню, было лет 5-6, наверное. Мне кажется, это было тяжело. В группе Этери Тутберидзе, подготовившей олимпийскую чемпионку Юлию Лепницкую, Женя оказалась на следующий же день после своего восьмого дня рождения. Знакомство со строгим и слишком высоким в ее понимании тренером девочку сначала немножко смутило, но очень скоро Медведева поняла. Тутберидзе именно тот наставник, который ей нужен. Строгий, но справедливый, который даже после показавшегося многим идеальным проката на американском этапе гран-при первым делом критикует. Я не полностью понимаю абсолютно, что первым делом нужно сказать ошибки, все, что было не так. Потом, конечно же, Этери Георгиевна меня похвалила. Но сначала ошибки нужно говорить. Я абсолютно с ней согласна. Фортсменка, которой только через месяц исполнится 16, уже давно научилась не только правильно воспринимать критику, но и не бояться переполненных трибун. Когда зрителей на катке можно пересчитать по пальцам, Медведева наоборот теряется. В общем, в Америке на этапе гран-при Жене понравилось. Когда смотрела телевизор, мне все время хотелось почувствовать, вот это вот люди выходят, и столько народу на них смотрят. И, наверное, это интересно, если дело. И представляла, что я так ухожу на большую арену. Конечно, маленькому ребенку все это оказалось намного легче, чем на самом деле. Но то вот чувство, которое я себе представляла в детстве, оно открылось. Следующий старт Медведевой – московский этап гран-при, где поддержки у нее наверняка будет предостаточно. И чемпионат России. В прошлом сезоне на этом старте Женя была третьей, но из-за возрастных ограничений ни на мир, ни на Европу не поехала. Теперь Медведева доросла и до этих стартов. Осталось отобраться. На льду никакой вражды не существует. Есть только соперничество, которое подстегивает тебя на работу. А в Нель, да, мы те же девочки, те же дети, которые любим повеселиться, пообщаться. Даже когда Женя была генерской, еще сборной, все уже прекрасно понимали, что она, когда выйдет на взрослый уровень, она будет ого-го, какая конкурентка. Но это всегда все понимали. За взрослением Медведевой пристально следили не только подруги соперницы, но и специалисты со всего мира. Она выросла. И все прекрасно понимают, что эту милую девушку с открытой и искренней улыбкой нужно бояться. Мария Коробова, Александр Мацышевский. Все на матч.